По мнению родителей, бабушка дурно влияла на Стеллу, забивая ей мозг разными глупостями, типа того, что сознание определяет бытие. Родители числились атеистами и верили в материализм, так же, как теперешние православные верят в Иисуса Христа. То есть, как и положено настоящим верующим, плевали три раза через левое плечо, стучали по дереву и строго относились к черным кошкам. Разумеется, в церковь при этом, в отличие от нынешних православных, не ходили и в Бога не верили, справедливо полагая, что Господь не фраер, и таскать каштаны из огня за того, кто ему в поиск кланяется, вряд ли будет. Родители самостоятельно ковали свое счастье, опираясь исключительно на бытие. Еще бы! Ведь про вечность сознания, согласитесь, для понимания этим самым сознанием, ну, очень сложная штука, очень-очень. У ребенка же это сознание никакими глупостями, типа атеизма или православия, не затуманено. И ребенок, каким и была в свое время девочка Стелла, верит исключительно авторитетам. Бабушка же являлась для нее авторитетом непререкаемым. И если бабушка сказала, что некрасивых женщин не бывает, а есть глупые, которые не могут назначить себя красивыми, то значит, так и есть. Красота Стеллу особо не волновала примерно до пятого класса. Но потом, под влиянием совместных с бабушкой просмотров костюмированных фильмов из жизни красавиц, она решила, что ей непременно нужно быть именно красавицей, и тут же назначила себя таковой. Тем более и бабушка говорила, что имя Стелла в переводе с латинского означает «звезда». А где вы видели некрасивые звезды? Намерением Стеллы стать настоящей звездой совершенно не мешало то, что к пятому классу она выглядела далеко не прекрасным лебедем. Она и на гадкую уточку-то не тянула. Тощенькая, белобрысая, мелкая, бледная и невзрачная, чисто моль. Однако, как настоящая красавица из костюмированного фильма, она принялась любоваться собой в огромном бабушкином зеркале венецианского стекла. Зеркало стояло в прихожей и возвышалось до самого потолка. Теория первичности сознания и его власть над бытием предполагает, что вся окружающая материальная действительность непременно под это сознание подстроится, чего бы оно там себе не удумало. Поэтому и поведение носителя этого самого сознания должно соответствовать задуманному. Конечно, и так можно и в психушку угодить. Например, если ходить и рассказывать окружающему...